Эти врачи помогают поддерживать жизнь маленьких пациентов. Сейчас у Краевой детской палеотивной службы 130 подопечных. 40 из них живут в Барнауле. Вместе с бригадой медиков мы отправимся на один из вызовов. Сегодня наша бригада выезжает к ребенку, которому проводится искусственная вентиляция легких на дому. Этот ребенок носитель трахеостомы. Сегодня мы будем менять ему контур на аппаратуре, будем менять трахеостомическую трубку. Мы не можем войти в квартиру вместе с доктором. Любые инфекции, не только коронавирус, для таких пациентов представляют опасность. А вот специалисты палеотивной службы должны навещать своих подопечных регулярно. Жизнь ребенка с тяжелым заболеванием должна быть под постоянным медицинским контролем. Эти дети нуждаются в неотложных мероприятиях. Это смена трахеостом, это подбор параметров ВВЛ, противоболевая терапия. В основном, конечно, это дети с тяжелыми неврологическими заболеваниями. Приезжать к таким детям без средств защиты опасно, особенно сейчас, в разгар эпидемии. Поэтому Ольга Казанцева, полномоченная по правам ребенка в Алтайском крае, попросила депутата Государственной думы Александра Прокопьева обеспечить антисептиками индивидуального пользования врачи палеотивной службы и подопечные семьи. Просьбу выполнили, поставили партию дезинфицирующего средства. Врачам оно сегодня столь же необходимо, как маски, перчатки, одноразовые костюмы. Средства индивидуальной защиты, обработка идет при каждом посещении, обработка поверхностей и наших рук и материалов для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность для наших детей. Врачи говорят, что помнят наизусть не только имена, но и диагноз каждого из подопечных. Ведь для них это не просто работа, профессиональный долг. Это часть их жизни. Дарья Демилер, Николай Шелко, Илья Халяпин. День с толком.